18 февраля отпраздновал юбилей Евгений Кафельников. И мне кажется, это прекрасный повод поговорить о нем. Ну, в каком-то смысле стал символом и до сих пор является символом нашего тенниса. Первая ассоциация – это, наверное, ностальгия. Мое детство, оно буквально пропитано болением за Кафельникова. Конечно, Кафельников был одним из тех, кто создавал эту атмосферу. Кафельников как бы навсегда. 18 февраля отпраздновал юбилей Евгений Кафельников. Замечательный прославлен российский теннисист, который стал первым в истории тенниса для России во многих-многих смыслах. И мне кажется, это прекрасный повод поговорить о нем. Да, мне кажется, отличный повод. Вообще о Кафельникове, мне кажется, поговорить повода не нужно. Действительно, он в каком-то смысле стал символом и до сих пор является символом нашего тенниса. Я понимаю, что за то время, которое мы сейчас будем общаться, какие-то прям все факты, все матчи вспомнить невозможно. Наверное, это попытка в большей степени какими-то очень такими, как говорится, грубыми мазками очертить и определить, наверное, для тех, кто не застал его, да, как игрока. Потому что мы сегодня с тобой застали. Кто-то уже не мог лицезреть это воочию. Вот все-таки, что же такое Евгений Александрович Кафельников в истории нашего тенниса? И мне кажется, что это вот тот человек, если очень тоже грубо упрощая все-таки сказать и свести к какой-то одной фразе, который сделал теннис народной игрой, влюбил страну в теннис. Понятно, что это все сложнее, понятно, что рядом с ним были теннисисты тоже прекраснейшие, и Андрей Черкасов, который выиграл первые Кубы Кремля, и Андрей Чесноков, который там первым из наших выиграл мастерс и вошел в десятку. И вообще работа всего советского тенниса и правительский гений Шамиля Торпищева, который понял, что вот 90-е это окно возможностей для такой игры, как теннис, и очень грамотно спозиционировал этот вид спорта. — Борис Николаевич Ельцин, безусловно, его вплот огромный. — Да, Борис Николаевич Ельцин, безусловно, да, это его такой тоже был определенный спортивный символ его политический. — И его проект, в каком-то смысле его проект. — Ну да, это тоже такая отдельная сложная тема. Но вот Кафельников стал фронтменом, стал лидером и стал в каком-то смысле символом и тем человеком, который смог это сделать. Потому что если бы такого, как Кафельников игрока не было, если бы Кафельникова не было, никакой вот этой вот любви с заполненными трибунами Олимпийского, с ажиотажем указ, когда мы там искали у спекулянтов эти билеты на финал Кубка Дэвиса, когда сидели в проходах, когда вообще думали, ну вот лишь бы главное вот событие года попасть на теннис, неважно куда, может быть, на самую верхотуру, откуда там мяч, вот не видно, игрока не видно, но сам факт вот быть там, где сейчас творится история, это все Кафельников, конечно. Ну слушай, для меня, безусловно, как для тебя, поскольку примерно одного возраста, первая ассоциация, это, наверное, ностальгия, это действительно ощущение заполненного до отказа Олимпийского, когда ты, будучи ребенком, приходишь там с родителями, с мамой, с папой, с широко открытыми глазами смотришь по сторонам, слышишь, уже привыкаешь постепенно к этому звуку мяча, который отлетает от ракеток, дышишь этим воздухом, и, безусловно, одним из ключевых теннисистов в то время был Евгений Кафельников, и именно он во многом способствовал тому, что, собственно, тут Олимпийский был переполненным, да, будь то Кубок Кремля, будь то, как ты уже говорил, матч Кубка Дэвиса, потому что, ну, атмосферу создают спортсмены, и, конечно, Кафельников был одним из тех, кто создавал эту атмосферу. — Да, и вот, ты знаешь, даже и ностальгия, и вот ностальгия даже по тем временам, и, наверное, вот удивительно, почему я говорю, что Кафельников — это народный теннисист, потому что вот, ну, наше поколение детей, которые росли в то время, ходили вот на Кубок Кремля, подавали мячи, были болбоями, это яркое воспоминание нашей жизни, вот моей жизни, это вот мое детство, оно вот буквально вот пропитано болением за Кафельникова, и я вот прекрасно помню тот момент, когда я впервые, в общем-то, Кафельникова как игрока полюбил, я вот в детстве, ну, вот мне было 7 лет, или это, может быть, 6, сейчас, а может быть, 8, 92-й год, я вот, ну, ничего из этого периода не помню, ничего, а вот этот момент я помню, вот Кубок Кремля, первый или второй, по-моему, второй круг, Андрей Медведев тогда играл на центральном корте, он уже тогда стоял в первой десятке, он уже тогда в финале, он уже там мастерсы выигрывал, и вот он играл там с Ричи Реннебергом, он был первый Сейн и так далее, второй на Кубке, и, ну, как-то тяжело складывалась игра, и почему-то, а если нам дали билеты, вот спортшкола, тяжело складывалась игра, и мы почему-то пошли на первый корт посмотреть, что там происходит, а там играл Кафельников, и вот это впечатление от его игры, а так Кафельников был 394-й ракеткой мира, 17-летний пацан, играл он тогда с Марком Рассе, как раз, а Рассе в тот год выиграл Олимпиаду, это было такое, вау, Марк Рассе, там, сам, сам, очень высокий парень, который любил приезжать в Москву, кстати, да. Да, божал Москву, и вот, ну, это сам факт, что это вот чемпион, чемпион олимпийских игр в Барселоне, где играли твои кумиры, там, Курье, Сампрос, Эдберг, а выиграл вот тогда Рассе, и он тогда и выиграл этот Кубок Кремля, и Кафельников играл с ним, по-моему, около трех часов, три сета на тайбрейке в решающем, только Рассе выиграл, и вот это ощущение, что вот это был молоденький мальчик, но вот он делал на корте все, он все делал, это было настоящее творчество, и вот, на самом деле, тогда вот я, Стеннис, мне кажется, ну, не полюбил, но что-то такое почувствовал, потому что, чтобы довести там до вот такого боления, когда ты вот так вот рвешь, сейчас уже нечего, на себе волосы... Ты просто очень болел, очень переживал, теперь-то мы поняли. Да, от боления, ну, вот это вот, наверное, я испытал впервые, таких сильных чувств, может быть, и не испытывал никогда. И, опять же, возвращаясь к тому, удивительно, на самом деле, каким теннисистом был Кафельников, мы об этом, наверное, тоже разовьем эту тему, сейчас, когда мы видим новое поколение приходит игроков, они, как правило, уже умеют какие-то базовые элементы, самые эффективные, самые продуктивные, очень физически готовые, но ты понимаешь, что чего-то они все-таки не умеют в плане игры. А вот Кафельников, он тогда был совсем еще далек от того игрока, которого назвали Калашниковым, Калашниковым чуть позже, мощного, скорострельного, но он имел на корте все. Вот это удивительное ощущение вообще от Кафельникова, как от игрока потом в течение всей его карьеры, что этот теннисист мог на корте... Вообще не было ни одного элемента, который он бы не мог исполнить. Это вот тоже впечатление от его игры до сих пор. Ну и на самом деле сейчас мы все чаще говорим о том, действительно, что теннисист топ-уровня должен быть универсалом. То есть условия складываются таким образом, что ты должен уметь побеждать на харде, на траве, на грунте, в зале, на воздухе, под водой, над водой. И каждый игрок топ-уровня по-разному к этому приходит, с разной базой, скажем так. Если взять условного Надали, который много-много лет назад начинал как супер-теннисист, который играл от обороны и мог накручивать сумасшедшие мячи, и вот этими бесконечными розыгрышами добивал своих соперников, не имел при этом какой-то супер-мощи, супер-хорошей подачи, то со временем мы могли наблюдать, как этот теннисист обрастал вот другими элементами, которые необходимы для того, чтобы быть, собственно, тем, кем стал и является Рафаэль Надаль. Усиливал подачу, усиливал игру задней линии, делал ее более плотной, более агрессивной и так далее. И правда, если говорить о Кафельникове, то он, наверное, был одним из первых универсальных таких бойцов по-настоящему, потому что он действительно мог подавать, принимать, играть от обороны, контратака, атака, выходить вперед, безусловно. И это не просто слова, а его результаты, об этом нам говорили. Он побеждал на разных покрытиях, он побеждал и в одиночке, и в паре, об этом тоже, конечно, мы должны поговорить. То есть он как-то умудрялся быть успешным во всех возможных временах и пространствах, насколько это реально вообще в теннисе. Да, безусловно. И на самом деле, если говорить о Кафельникове, как о его роли в теннисе вообще, не только в роли российского спорта, потому что это действительно очень мощный такой символ, то, чего он достиг, он сделал невозможное возможным, и об этом тоже чуть-чуть позже скажем. Но вот если говорить именно о его роли в теннисе, он действительно предложил совершенно новую модель игры, одним из первых. Потому что тогда была распространена модель серф-эндволи, ее играли очень многие успешные игроки, тот же, например, Пит Сампрос. Была распространена модель игры такого силового тенниса, который начал продвигать Андре Агаси, такой хитр, хард-хитр. Тогда был такой термин, тяжело бьющий по мячу теннисист. А вот модели игры, где бы присутствовала именно во главе угла стояла комбинаторика, где можно было бы варьировать разные модели в зависимости от ситуации, где игра на задней линии предполагала не только силовой теннис, но и вот такой комбинационный через более длинное построение розыгрыша, на мой взгляд, привнес Кафельников. Потому что он был совершенно потрясающий у него бэкхенд и, наверное, один из лучших. Он, наверное, до сих пор еще может считаться одним из лучших. Эталонный, один из эталонных. При этом он, опять же, он владел всеми элементами. Он и укорачивал, он и слайсы делал, и бил, и вот это вот и защищался, и контратаковал. Если найти сейчас на YouTube хайлайты с его участием, ну, это вот наглядно там можно увидеть. У него была атака справа, у него не было, может быть, такой супер подачи катапульты, которая была у Бориса Бекера или у Сампроса, но вот это, опять же, модель игры от подачи, когда игрок подачей создает возможность для принятия решения, не подает эйс. Ну, создает себе ситуацию комфортную. Да, создает себе ситуацию, время, чтобы подумать, это тоже Кафельников. Но его безусловная уникальность, и здесь я считаю, что, наверное, можно будет смело так назвать Кафельникова продуктом или вообще квинтэссенцией всей советской системы тенниса, в том, что он вот был игроком в совершенно глобальном смысле, как ты говоришь, он понимал, как играть и одиночку, и пару, он это чувствовал, он это знал, он это умел блестяще, потому что мы знаем, что пара — это отдельный вид искусства. И почему вот одиночка и пара сейчас так и разошлись? Потому что это действительно два разных во многом вида игры, вида спорта. И, кстати, в паре гораздо меньше важны силовые элементы, да, там, и силовая составляющая, гораздо больше тактическая. И Кафельников этим владел совершенно потрясающе. И, наверное, еще его одна историческая роль, историческое наследие, как сам Кафельников говорил, и это абсолютная правда, я думаю, не будет больше никогда в истории теннисиста, который выиграет один и тот же шлем и в одиночке, и в паре. Конечно, скажут, что, ну, безусловно, нагрузки стали другие, то есть все пятое и десятое, но одновременно есть контраргументы системы восстановления стали другие, все меняется, теннис меняется. Но вот эта принципиальная суть теннисиста, что Кафельников мог играть и одиночку, и пару, такого теннисиста больше не будет. Я считаю, что он последний, и в этом его тоже вот такой исторический символ. Он может быть во многом и единственный, потому что, я не знаю, был еще теннисист, который выиграл 26 турниров в одиночке, включая самые крупные, и, ой, 26 в одиночке, и 27 в паре. Вот такого теннисиста, мне кажется, вообще не было, это абсолютно уникум. Он выиграл два шлема в одиночном разряде, да, давай напомним, в 96-м году как раз-таки Ролан Горос, в 99-м Австралин Опен, и четыре шлема в парном разряде. И как раз-таки 96-й год, первый титул на турнире «Большого шлема» для российского тенниса вообще, это сразу совершенно другой уровень, до этого был финал Александра Митровелева в 73-м году, где он проиграл Яну Кодышу, и вот этот исторический момент. А за день до этого Кафельников выиграл пару, и действительно он после успеха в Париже говорил, вы еще вспомните мои слова, что еще долгое время никто не сможет повторить такое, то есть выиграть одиночку пару на одном турнире «Большого шлема». Ну вот Барбара Крейчикова повторила, но у мужчин нереально. У мужчин, да, у мужчин. То есть и сейчас, наверное, ну я не могу себе представить, чтобы кто-то из нынешних топов шел бы просто по такому пути, чтобы там Синер или Алькарас, или Даня Медведев, ну кто бы то ни было, да, чтобы начинали турнир «Большого шлема», как бы, ну вот и здесь есть шансы, и здесь заявляюсь, играю, хочу, пробую. То есть, ну сейчас, согласитесь, это совершенно немыслимая схема даже в мужском туре. Абсолютно. Абсолютно немыслимая. Ну и понятно, что сейчас, опять же, да, там скорости, нагрузки, теннис другой. Хотя я считаю, что уже вот Кафельников, он тоже принес совершенно новый темп в теннис. Я тут недавно пересматривал его финал с Андреем Агасиевым в 2000 году, потому что сам Кафельников говорил о том, что это один из лучших его матчей. Он тогда проиграл, но действительно, там первый сет, который он провел против Агаси, вот тогда и Агаси был топовый. Это абсолютно, и там скорость очень высокая, очень высокий темп игры. Понятно, что нет таких подач, может быть, хотя, в общем, очень приличный уровень. И, ну, имеется в виду с точки зрения, понимаете, что выдающийся уровень, я имею в виду с точки зрения по отношению к сегодняшнему, даже теннису, который вот мы смотрим, рекомендую посмотреть, чем нужно для себя, как для любителя полезного почерпнуть. И вот мне кажется, что сейчас никто уже так много не играет, как Кафельников. Я вот к этому хотел сказать. Ты мне что, вообще объемы турнирных матчей? Объемы, такие объемы, потому что уникальность Кафельникова как игрока, да, можно понимать, как играть и одиночку, и пару, но важно, все-таки теннис – это объемный вид спорта. Без какого-то объема очень сложно выработать вот этот навык. И Кафельников играл очень много в свои пиковые периоды, в свой лучший период, который, наверное, длился сезонов 7, с 1994 по 2000-2001 год. Он играл стабильно больше 130 матчей. Я просто напомню его статистику. 1994 год – 171 матч, 95 год – 169 матч, 1994 год – опять 6-й год, когда он выиграл шлем. Опять 171 матч. И был период, когда он даже чуть больше сыграл. При этом у него был совершенно невероятный процент побед. Никогда не опускался ниже 68, вот в пиковые периоды в одиночке и 50 в паре. То есть это совершенно невероятно. И поэтому, когда мне тоже почему-то такое вот у меня все время происходит щелчок в голове, когда современные теннисисты говорят, ну мы устали. Сезон начался, я уже устал. Я вот поехал играть в выставки, заработал много денег, но уже устал. Вот очень перегруженный календарь. Я вообще всегда вспоминаю Кафельникова, который никогда не жаловался на усталость. Честно говоря, тогда это было не принято. Но играл 171 матч в году. Если это разложить на дни, вот календарный сезон там рабочих дней, практически столько же, сколько Кафельников играл. То есть он играл постоянно. Это была его метода. Он через матчи выигрывался, набирал объем нужный, не через тренировки в том числе, а через матчи. Но это вот совершенно что-то невероятное, что невозможно себе представить, чтобы кто-то сыграл сейчас 171 матч. И это, кстати, мне кажется, очень важно, что Кафельников действительно был в каком-то смысле трудоголиком. Да, и он сам же об этом говорил в одном из интервью, что я, я сейчас примерно, да, цитирую, перевожу его слова с английского, что я ни в коей мере не был настолько талантливым, как Джон Макенрой или Роджер Федерер или Марат Сафин или Марсело Риос, или Ник Кириос. Вот такой набор, да. Но я, не имея вот такого таланта, я всегда был трудоголиком. Я брал именно за счет того, что я трудился, трудился, трудился и смог добиться определенных целей. И тут важно, конечно, сказать о том, кто рядом с ним находился. Антолий Лепешин. Это не первый его тренер далеко. Это школа Шишкина, это Сочи, где все начиналось. Но Анатолий Лепешин – это человек, который оказался с ним рядом, и дальше уже они пошли вместе. Когда Кафельникову было 17, это уже был такой, ну, можно сказать, тревожный период, потому что, несмотря на его успехи, все-таки перспективы были туманными на тот момент. А что дальше и как дальше все оно сложится? И, наверное, надо сказать, что во многом благодаря Анатолию Лепешину все и сложилось так, как сложилось. Да, я вот здесь тоже выписывал себе цитаты. Есть книга Шамиля Андреевича Торпищева «Самый долгий матч». Он там касается как раз этой темы. Вот он тоже писал, что у Кафельникова, отец же был волейболистом, и очень хотел, чтобы его сын стал тоже профессиональным спортсменом, хотел, чтобы он заиграл. Ну, вот это цитата. Поэтому я процитирую, не моя мысль, цитирую Шамиля Андреевича Торпищева, что «маленький Кафельников был тяжело управляем». И, конечно, вот это тоже цитата Лепешин. Лепешину надо отдать должное. Он держал мальчишку чуть ли не силой, находился с ним рядом безотлучно. И Женя, конечно, по натуре игрок, но вряд ли бы без Лепешина дошел бы до лидера мирового тенниса. То есть здесь, да, то, что ты говоришь, это важная составляющая его биографии, его карьеры. Но, опять же, Кафельников все-таки возник тоже как игрок. Вот сложился не только благодаря Лепешину, хотя во многом благодаря ему, но и благодаря вот этой советской тоже системе подготовки с централизованными сборами, с вот таким подходом детальным к изучению, к индивидуальному подходу к теннисисту, к накопленному огромному за годы базой знаний именно о технике. Потому что вот это вот владение всеми элементами, которое позволило Кафельникову... Его, кстати, тоже вот как Даню Медведеву сейчас называли гроссмейстером. Потому что он постоянно адаптировался. Он не был самым мощным, самым силовым... Самым высоким, например. Да, он постоянно адаптировался под своих соперников и искал пути, как их обыграть. Но единственное, с чем бы я вот всегда с Кафельниковым... Я знаю эту цитатку, он говорит, что я не был талантливым, я все добился своим трудом. Я вот, кстати, по поводу трудов согласен, потому что я сам видел, какой объем я, как ребенок, который болел за Кафельникова, этим восхищался. Но я считаю, что он был, прошу прощения, может быть, за пошлость, но что называется богом поцелованный в каком-то смысле человек. Он невероятно талантливый. Он в лучших своих матчах, и чем он завораживал, в его игре случались вот такие проблески, я бы даже сказал, гениальности. Потому что Кафельников влюблял в теннис, но он абсолютно не был медийным человеком. Он был закрыт, он долгое время, у него с прессой были такие непростые отношения. Но вот то, как он играл, он творил на корте. Вот все-таки это тоже важно. Кафельников был игроком. Это вот то, чего сейчас очень много не хватает мне в теннисе, творческой составляющей, которая вот у Федерера была. Когда идет импровизация, когда ты играешь не то, что вот прям положено, то, что точно сработает, а вот что ты чувствуешь, как ты придумываешь, изобретаешь. И я вот почему-то помню один матч, который просто я вот записал на видеокассету, пересматривал просто раз сто. Это матч Кафельникова с Агаси в Кубке Дэйс 98-го года, когда Кафельников поставил Агаси баранку. Агаси тогда возвращался после очередного перерыва, но уже тогда был в очень хорошей форме. И что Кафельников делал, как он комбинировал, какие он через косые кроссы корт открывал, к сетке выходил, через... постоянно рвал ритм. Это был вот настоящий творческий полет. Даже не процесс, а полет. Это было вдохновение. И Кафельников умел играть вдохновенно. Это для меня первый показатель, что невероятного таланта. Поэтому вот здесь я... Может, он так немножечко... Я думаю, что нет. Я думаю, что нет. Я думаю, что вот очень часто талантливые люди, они на самом деле сами не понимают, насколько они талантливы. Это такая вот сущность. И мне кажется... Да. И здесь вот, извини, я тоже сейчас еще процитирую Торпищева, потому что прямо для меня это прям квинтэссенция Кафельникова как игрока. Вот он писал, чем хорош Кафельников? Он может играть универсально. Любимое его занятие – розыгрыш на задней линии с достаточно редким выходом к сетке. Но если такая тактика успеха не приносит, он тут же применяет... меняет ее на активную игру у сетки. Причем с каждой позиции Кафельников может забивать и выигрывать одинаково хорошо. Вот как бы уникум. И опять-таки в продолжение особенностей его игры тоже, мне кажется, любопытные слова Марата Сафина, который, безусловно, он пришел вскоре после Кафельникова. Это, собственно, наш следующий победитель турниров «Большого шлема». И Марат говорил о том, что, конечно, я многому учился у Кафельникова, когда тренировался с ним, когда наблюдал за ним. И Марат отмечал два момента. Я смотрела на него, видел, как близко к задней линии он стоит и как рано он встречает мяч. То есть в какой точке он встречает мяч. Тоже, опять-таки, к вопросу о том, что... Ну, у него ведь не супермощные удары у Кафельникова были, но именно за счет того, что он рано встречал мяч, это довольно сложно уловить, когда ты просто смотришь матч. Но если стараться акцентировать на этом внимание, то, наверное, это будешь улавливать. И очень часто теннисисты и теннисистки как раз-таки вот это умение отмечают. Да, умение рано встречать мяч. То, о чем мы все время там, говоря, о Федерере вспоминали. Тут достаточно просто посмотреть фотографии, где он... Да, он очень рано встречал. Где его ракетка и где мяч. То есть это какая-то фантастическая реакция, фантастическая связь мозга с частями тела. И вот у Кафельникова, по сути, вот что-то такое же было. То есть его умение рано встретить мяч и то, что помогало ему в скорости превосходить своих соперников. Абсолютно. Причем Кафельникова же по технике. Но вот если, мне кажется, бэкхенд такой очень эталонный для меня с точки зрения техники форхенд. Вот он такой с изюминкой, что называется, заведенным этим вот замахом. Таким высоким локтем, как курок такой, очень резким ускорением. И подача была такая очень специфическая, волейбольная в каком-то смысле. Но при этом, мне кажется, что помимо технической составляющей, биомеханики движения, вот именно умение рано встречать мяч. Потому что сейчас теннис так уже развивается, что все очень топовые игроки рано встречают мяч. Алькарас на прямой руке играет и так далее. Есть еще вот такая скорость принятия решения. И темп Кафельникова был во многом за счет того, он создавался за счет того, что он предугадывал. Он видел розыгрыш на несколько ударов вперед. Это вот было очень явно. И он очень часто вот этим тоже пользовался, что он когда не мог выиграть за счет силы у противника, он его изматывал тем, что давил его как бы через темп, через эту скорость именно смены направлений, через скорость принятия решения. И да, вот темп, темп это была коронка Кафельникова, его называли Калашниковым в какой-то момент в западной прессе. Но опять же, это была больше стереотипизация, русский, понятно. Но во многом еще родился такой термин, который применялся вот скорострельность. То есть именно частота ударов, частота темп при Кафельников очень умел поднимать. Это правда, абсолютно. Ну и вот мы уже сказали о том, что в 96-м году случилась победа на Орлан-Гарос. Это был первый титул в истории российского тенниса, первый титул на турнире Большого Шлема. В 99-м году он выигрывает Австралию. И позже, в том же году, он становится первой ракеткой мира. Это было в мае. Тоже впервые такое достижение в российском спорте, в российском теннисе. Раньше такого не было. В общей сложности 6 недель он был на первой строчке. Я помню, что в интервью он говорил, что неважно. Пусть даже если я неделю хотя бы буду первым, то все равно это ощущение, что ты поднимаешься на вершину, его уже никто у меня не отнимет. По нынешним меркам, скажем, 6 недель, как будто немного. Но если я абсолютно согласна, хотя бы один день, хотя бы полдня. Но ты знаешь, что ты на самой-самой вершине, а все остальные... Ну, я здесь абсолютно согласен. Мне кажется, что понятное дело, что когда ты видишь статистику Джоковича сейчас 410 недель, тебе кажется, что все, что остальное как будто бы не имеет... Ну, это не повод обесценивать. Значение это не так. Потому что в разные эпохи были разные совершенно и конкурентные составляющие, и теннис разный, и струны разные. Ракетки раз все это определяло ту или иную степень конкурентности, трения. Кто-то вырвался вперед, кто-то нет. Поэтому я бы не сравнивал. И опять же, стать лучшим в мире, в деле, в котором ты занимаешься, стать самым лучшим. Это бесценно, но это было и бесценно для всего нашего тенниса. Потому что я вот еще раз хотел прям нажать на этот момент, что Кафельников сделал невозможное возможным. Он сделал то, чего, в принципе, не могло было быть. Когда ты рос в 90-е, какая-то игра такая буржуазная, элитарная, теннис, играют вот эти вот распиаренные ребята-шоумены, Агаси, Беккер, по которым сходят с ума, ты читаешь про эти вот какие-то их романы, какие-то вот эту их звездную жизнь. И тебе кажется, это все бесконечно далеким. И тут появляется вот простой сочинский паренек, который, ты его видишь первый раз в 92-м году, просто оставляет какой-то след в твоем вот этом детском еще совершенно таком незамутненном сознании. Через два года он уже бьется наравне с Ампросом, проигрывает на Австралии во втором круге 11-9. Потом он входит в 30-ку, в 20-ку, заканчивает год 11-м, в 10-ке. И ты уже хватаешься за голову, господи, это же как бы все происходит с нами, это наш парень, он среди лучших, он там. И потом он выигрывает шлем, то, чего вообще никогда не было, и становится первым. И на самом деле, если посмотреть 90-е, в российском спорте вот таких моментов в целом, когда игрок вот в таком коммерческом большом спорте, большой индустрии становится лучшим, не было. Причем, еще раз, это абсолютно парень из простой семьи, если посмотреть. Это не какой-то там небожитель, которого там вкладывали миллионы, это не проект. Это не абсолютно не индустриальный проект, это важно. И вот когда он встал, ну это как будто, ну не знаю, на полет на луну. Вот как бы для тех, кто в теннисе жил, внутри этого варился, для тех, кто следил за спортом. Это было что-то невероятное. И мне вот кажется, что именно в этом и есть его феномен. Он был закрытым таким, может быть, где-то необщительным, не пытался покорить сердца людей. Не пытался понравиться своими словами. Да, но он их покорил. В России точно совершенно покорил. Я общаюсь со многими людьми моего возраста. Кто-то из них обязательно, они не держали даже ракетку в руки ни разу. Был обязательно на Кубке Кремля. Помнят финал с американцами 95-го года. Многие тогда покупали билеты и шли. Это был момент, когда теннис действительно самый важный вид спорта в стране. И это сделал он. И я вот помню вот это ощущение действительно, что такое вот слава. Когда весь стадион олимпийский, там больше набитый до отказа, больше 10 тысяч зрителей, а то там 15, орал, Женя, 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 давай. Я думаю, что вот этого, ну так уже складывается как бы история, больше не повторится. Это было что-то уникальное. И, ну, здесь поэтому кафельников как бы навсегда. Ну, у нас очень, да, такая ностальгическая беседа получается. Но, в общем, мы и предполагали, а когда? Ну, нет, но опять же, ностальгическая – это важно. Потому что, вот я говорю, очень мало теннисистов. Я понимаю, что Даня Медведев – мировая звезда, там, топ, да, там, он в любой точке мира сейчас у него просит автографа, он суперизвестен. Но вот такого чувства как бы родства с твоим теннисистом, оно может и не случиться, потому что, ну, вот Кубок Кремля был, да, который Кафельников выигрывал пять раз подряд, Кубок Дэвиса. Про Кубок Дэвиса, да, мы так вспомнили. Который красной нитью прошел через его карьеру. Это, ну, то, это что-то уникальное. И Олимпиада, конечно же, 2000-й год, да, Евгений Кафельников, и в этом тоже становится первым для российского тенниса. Он завоевывает золото. И еще, конечно, одно фантастическое воспоминание для болельщиков. Знаешь, что я помню, когда он выиграл Олимпиаду, у Кафельникова была такая уникальная тоже привычка праздновать. Он кидал ракетку на трибуны, если кто-то помнит. Ну, почему он кидал ее из центра корта на отмыши. Вот я помню, как он выигрывает, поднимает руки вверх, и прямо со всего размаха ракетку кидает на трибуны. Я все время думал, а если бы она попала кому-нибудь в лоб? Вот что бы было? Ну, это просто интересно. Да, вот я бы все-таки хотел про Кубак Дэвиса сказать, потому что какой-то стереотип, который я все время тоже с этим жил, вокруг Кафельникова был, что из-за того, что он был таким, может быть, казался нелюдимым, необщительным, хотя, опять же, этот миф был развенчан, когда он Марату буквально помогал и опекал его. Это было совершенно другое качество Кафельникова. И мы сразу поняли, что это на самом деле был какой-то стереотип, не отвечающий, не отражающий реальности во многом придуманной медиа. Он всегда тоже был стереотип, что Кафельников единоличник. Но на самом деле, я вспоминал, сейчас поднимал статистику, он несколько сезонов играл все матчи, несмотря на сумасшедший вот этот график. Он играл и одиночку, и пару. И Кубак Дэвиса тогда, это было, наверное, самое главное испытание в теннисе, которого тоже уже не будет, когда ты три дня подряд играешь в пятисетовом формате, суперинтенсивный. Если ты играешь и одиночку, и пару, как Кафельников. Как Кафельников. И иногда ты в воскресенье играешь решающий матч, на который ты отдаешь всего себя, потом летишь на турнир. Другой уже играть тур. И вот это, конечно, было невероятно. И то, как он играл, я помню, 94-й год, он выиграл все одиночные матчи, кроме финального, когда он Ларсону первый матч проиграл. Все парные тоже тогда в пятом сете шведам проиграли. И вот это как раз тоже был такой поворотный момент в истории, который именно случился именно в этом финале, потому что тогда первый раз на теннис пришел Борис Николаевич Ельцин. А я очень хорошо этот момент помню, потому что я тоже тогда был на трибунах. Играл Александр Волков с Эдбергом. Счет 6-6. Матч прерывается. На трибунах присутствует президент, первый президент России Борис Николаевич Ельцин. Все сначала аплодируют. Волков сбивается, проигрывает два гейма, потом идет дикий свист. Но после этого Ельцин теннисом по-настоящему заболел. И вот это опять же тоже. Кафельников на своих плечах тогда, не умаляя заслуг, кто был с ним, но это просто статистика, он втащил команду два года в финалы и привез Эдберга, привез Беккера, Штиха, тогда случился подвиг Чеснокова с двумя отыгранными матчболами. Сампресса, Агаси, пусть Агаси и дул жвачку на трибунах, и так и не сыграл Курье. То есть мы увидели большой настоящий теннис благодаря тоже Кафельникову, благодаря формату Кубка Дэвиса, и вообще по-другому стали теннис воспринимать. Это вот еще один такой маленький штришок к его большому портрету. Маленький большой штришок. Маленький большой штришок, да. Да, ну и победа, первая победа в Кубке Дэвиса, 2002 год, да, мы привыкли, ну как привыкли, так и есть, главным героем финального матча, конечно же, считается Михаил Южин, но опять-таки, если прослеживать весь путь, который прошла команда... Ну, опять же, роль Кафельникова, он это подхватил, он был когда-то, ему был 20-21 год, его опекали, возможно, кто-то более такое старшее поколение, но он, еще раз, уникальность его была в том, что я не знаю ни одного такого теннисиста, и сейчас, мне кажется, такой теннисист невозможен, потому что с Кубок Дэвиса поменялся уже все, но который бы играл и одиночку, и пару, и пара была одна сильнейшая с Ольховским, и он вот буквально эту команду втащил вот в этот, ну, запредельный уровень финала в Кубке Дэвиса, которые прошли в России, очень многое в теннисе поменялось. Вот полюбили тогда люди теннис именно благодаря этому, я считаю. Потом он дождался Сафина, Сафина тоже как бы, в каком-то смысле в Кубке Дэвиса, они сыгрывались, сыгрывались, и заразил его этой идеей, что выиграть важно. Опять же, уникальность Кафельникова, то, что он всю карьеру прямо вот мечтал победить в Кубке Дэвиса. Это была его важная такая точка, в какой-то момент, вот как Джокович хочет выиграть там 30 шлемов, побить все рекорды, Кафельников мечтал, вот и шел к этой цели, во что бы то ни стало победить в Кубке Дэвиса. И да, и тогда, в 2002 году, например, матч с аргентинцами, пара, которая продолжалась 6 часов, в Москве играли полуфинал. И вообще весь объем работы, который был проделан, ну его нельзя как бы просто взять и исключить. Поэтому, безусловно, последнюю точку поставил Южный, но Кафельников этот сезон тоже и привел команду к победе, в том числе этого никогда никто не забудет. Я думаю, что, опять же, это что-то было новое, уникальное. Я помню, как на следующий день после победы в Кубке Дэвиса «Спорт-экспресс», главная газета, не было тогда же как бы такого интернета, и вообще был ли интернет, я уже не помню. В 2002 году был, да, в каком-то таком виде совершенно доисторическом. И вот я проснулся, я первым делом побежал покупать эту газету в киоск, и просто вот вся первая полоса главных спортивных газет, медиа посвящена этой победе, и все радовались. И, ну, это вот тоже что-то было совершенно уникальное. Кстати, недавно тоже вышел фильм про вот эту победу сквозь призму, опять же, Шамиля Торпичева как капитана. Но вот Кафельников, наверное, был главным действующим лицом. Одним из, понятно, и Сафин тоже, но, в общем, здесь, конечно. Ну, для российского тенниса, безусловно, Кафельников был первопроходцем. И за ним уже потянулись остальные. Действительно, как тот же Сафин говорил, да, мы смотрели, и я в том числе понял, что все возможно. Так, я думаю, что многие другие, кто пришел, приходил после Кафельникова, тоже как-то больше, наверное, верили в свои силы. Потому что вот у него получилось, значит, наверное, может получиться и у меня. И на данный момент Евгений Кафельников самый успешный теннисист в истории России. Ну, я думаю, что да. Я думаю, опять же, мы говорим про ностальгическую какую-то нотку, но я считаю, что он пока, наверное, да, главный теннисист в нашей теннисной истории. Я бы даже не сказал, что он первопроходец. Первопроходцем можно было считать Чеснокова, который первый в десятку вошел, первый мастерс выиграл, а Кафельников он великий. Нет, ну так, в принципе, и Александр Эковлевич Митревелли. То есть нет, безусловно, у каждого свой вклад, каждый там на каком-то этапе сделал что-то, что до него не удавалось. Как там Митревелли, который вышел в финал турнир Большого Шлема, как там Чесноков и остальные, о которых мы упоминали. Ну, да, я считаю, что с точки зрения вклада Кафельников, наверное, ну, вот в чем-то главный. И для меня, знаешь, как вот, наверное, нельзя тоже, как на дале Федерера и Джоковича сравнивать, кто из них более великий, кто менее, кто величайший, а кто нет. То есть также и здесь, если говорить о нашей большой тройке Кафельников, Сафина, теперь там, Медведев, наверное, не очень правильно как-то делать такие сравнения, но я просто хотел сказать, что если Сафин, это, наверное, был одним из главных шоуменов, Дания, это суперзвезда мирового тенниса, то Кафельников это самый наш все-таки лучший теннисист, если брать только теннисное мастерство. И я не думаю, что с этим кто-то будет спорить, потому что цифры говорят сами за себя, потому что он играл и одиночку, и пару, он выигрывал шлемы и в одиночке, и в паре, он умел на корте то, что уже многие сейчас эти навыки утрачиваются, я вот нет сейчас такого теннисиста уже практически, про которого ты можешь сказать, что он из любой точки корта готов выполнить любой удар. То есть здесь я бы вот именно надавил бы нам спортивную такую мастерскую составляющую, и все-таки Кафельникова поставил вот как ты его выделил, не говоря уже о его роли, роль у него историческая, безусловно. Ну, если непосредственно по цифрам смотреть, то у Кафельникова в одиночном разряде два титула на турнирах Большого шлема, у Кафельникова Олимпийское золото и Кубок Дэвиса. Что важно, да, вот действительно Кафельников лучший, но и мы говорили сегодня, что это ностальгическая нотка у нас такая, нота в нашем разговоре, но все-таки я бы хотел сказать, что история Евгения Кафельникова продолжается. Евгений Александрович Кафельников еще в игре. Еще в игре. Племянник Евгения Кафельникова, полный тезка, сейчас один из сильных, заметных юниоров наших, и я знаю, что Кафельников старше его опекает, и сейчас вот как раз в Европе со своим племянником, и возможно Евгений Александрович Кафельников еще выиграет шлем, и не один. Ну, посмотрим, будем ждать, будем следить за Кафельниковым-младшим, скажем так, да, а вы обязательно пишите в комментариях, какой матч Евгения Кафельникова вам вспоминается прежде всего, и чувствуете ли вы сейчас какую-то ностальгию по тому времени, и как вам кажется, Кафельников останется самым успешным теннисистом России, или кто-то его превзойдет. Пишите. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok